Всем привет! Вы меня просите рассказывать о быте жизни в Турции, о людях, как они живут, чем отличается от нашего такой обычной простой жизни, как и для туристов. Вам это интересно? Я решила снять такое видео, рассказать вам немножко. Будем говорить сегодня о бытовом, о квартирах, о жизни турок. Хочу сказать, что все, что буду рассказывать, это такое традициональное, то, что отличается от наших, например, славянских стран, в частности, от России. У нас такого как бы особо нет. Дома в Турции отличаются от места, где географические постройки, так, собственно, как бы и в России, потому что это везде во всем мире такое. То есть, где тепло, там одни типы домов будут, и архитекторы там одни закладывают идею в планировку квартир. Я буду говорить про последние статистические квартиры, которые последние лет 10 производят в Турции квартиры, будем сейчас про Стамбул говорить, они более такого европейского плана. Это преобладает кухня, студия называется, или американская кухня иногда называют. Это когда у вас в зале и там барная стойка, тут кухня начинается, то есть без стены разделяющей. Вообще, в принципе, надо сказать, что в квартире здесь считаются зал, это один, то есть не просто как у нас, например, трехкомнатная в России квартира, но в Турции она будет считаться один плюс два, то есть один зал плюс две спальных комнаты. Спальные отдельно считаются. Бывает, что по две ванных, одна ванна будет и три ванны, либо душевые, либо один маленький туалет с раковиной гостевой у входа где-то, а потом там душевая, туалет, либо ванна, все это там для хозяев дальше. Но и в старых домах очень часто такое, я встречала такие постройки, и в новых квартирах точно так же. Одна огромная проблема для меня, я говорю это, скажем так, от себя, ну, вкусовщина от себя лично, да, может я что-то могу не понимать в архитектуре, стройке, всем прочем. Я про практичность, как, знаете, как хозяйка дома, как женщина, как человек, покупающий квартиру, могу сказать. Одна большая бывает проблема. Длинные, огромные коридоры, узкие могут быть, могут быть широкие, но, как правило, в этом коридоре, право-влево по стенам идут двери в какие-то комнаты, там ванны и все прочее, гардеробные, но узкие длинные коридоры, они занимают немало квадратных метров, и ты там в коридоре, по сути, не можешь никакую полочку пристроить, как-то это облагородить в плане бытовом, чтобы это было полезно пространство. Ты покупаешь квартиру, либо снимаешь много квадратов, а по факту ты ими не пользуешься. Для ребенка это удобно, для моего, он был маленький, там у нас был длинный коридор, он в бегунках по нему носился, там на релике можно кататься и все прочее, но по факту, в плане бытовом практичности, ты как бы метры эти покупаешь, и, собственно, ты ими пользоваться-то в полной мере бытовой не можешь, они не нужны. Дома такие старые, либо они каменные, в них зимой холодно бывает, и тогда вот эти все длинные коридоры, они забирают тепло до отопления, все это устелено обычно рулонами огромными, ковров каких-то, потому что, чтобы ноги не мерзли, не хотели. Ну, лично для меня, как бы я, если бы покупала квартиру, строила или еще что-то, я бы такой не проектировала или такую квартиру не покупала, потому что, ну, это неудобно. Мало квартир на моем, в Стамбуле здесь мне встречалось, где удобно, сделаны были бы хорошо коридоры, без занимания лишних квадратов ненужных. Ну, вот обычно такой длинный коридор ненужный, он всегда, в большинстве процентов 70-х квартир он присутствует. Бывают вот, да, потраченные квадратные метры на такой идиотский какой-то коридор ненужный, но при этом сами комнаты не могут быть крайне маленького размера, их просто туда то поставил все, и комната закончилась, но просто у меня... Это какие-то маленькие коморки, невыносимо, мне это непонятно. Про кухню хочу рассказать. Здесь в Турции кушают в основном, как вот у меня сзади, видите, обеденные такие зоны, делаются в салонах, в залах. Не так, как у нас именно в России, как бы постройки наши советские, экономились метры и все прочее, кушали сразу на кухне. Кухни разные бывают, об этом там где-то много столешницы, место для того, чтобы удобно готовить, где-то поменьше, разные квартиры встречаются. Частенько на кухне есть место для маленького, небольшого такого стола, метр там на полтора, на котором может хозяйка что-то пошинковать, приготовить, ну утром попить чай, но за такими маленькими столами, как у нас они в принципе обеденными считаются в России, за такими столами не принято кушать с семьей, да, собираться вечером за столом, собираться за такими большими, раздвижными, там человек на 6,7,8, у нас это вообще на 12, персотом он раздвигается еще больше, то есть в плане приема пищи, это, как правило, такой ужин и все прочее происходит в зале, я, например, с ребенком, мы кушаем с мужем, тоже здесь всегда в зале, на кухне у нас такого места для стола вообще, представляете, не предусмотрено, как бы там есть маленький закуток, ну я там шкаф сделала, но, короче говоря, у нас вообще нет даже, чисто на кухне нет места присесть, попить чай, как вот в России это принято, почему это отмечают, потому что моей маме привычно кушать, например, на кухне, да, когда она к нам прилетает в гости, она всегда, я не могу чай попить, у вас у стола как бы нет, что мне с чаем идти в зал здесь садиться, я говорю, мам, да, здесь так принято, вот эта привычка для нас, это особенность какая-то, все немножко по-другому, но так как сейчас популярны всякие вот эти американского стиля кухни, очень удобно, когда кухня с салоном пересекается, есть барная стойка, также остается, например, в зале, если зал большой такой стол обеденный, но когда есть барная стойка, вот за ним удобно попить чай, перекусить, например, тост съесть или еще что-то, не такой прием пищи, когда сервировка стола происходит. Турчанки, кстати, так как здесь очень хорошая погода, как начинается весна, заморозки и зимнюю на Стамбуле проходят, очень многие вывешивают какие-то кашпои горшки на балконы, на подоконники, выставляют с цветами, очень здесь любят всякие цветы, цветы такие же, в принципе, кстати, как и у нас в России, всякие уличные, ничего такого нового особенного, и балконы, балконы в Турции тоже здесь применяют не так, как в России, у нас это что, у большинства, это повод наделать каких-то шкафчиков, хранить хламье, мусор всякий, или то, что жалко выкинуть или не нужно, какие-то старые вещи, елку новогоднюю, игрушки, всякие такие дела, да, мало у кого свободен балкон, некоторые, кстати, сейчас у меня знакомые, под спорт оборудуют балкон, там, беговую дорожку можно, например, поставить, или эллипс у кого есть, или велик крутить, и все прочее, это еще в лучшем случае, да, но обычно это какое-то захламление, или вообще бывают балконы просто незастекленные, когда они открыты, там и грязно, в принципе, да, ветер, пыль приносит, дожди, и все прочее, короче говоря, не особо мы балконами по красоте какому-то не пользуемся, да, это, как правило, какая-то функция кладовки на наш старый манер, да, а здесь в Турции к балконам другое, как сказать, отношение, здесь балконы бывают очень большие, бывают, опять же, нелепые из построек, у нас есть у родственников, балкон очень узкий, в районе, там, ширина его 50-60 сантиметров, и такой узкий, он идет вдоль всего зала, по периметру всех окон, у них салон-зал очень большой, и там ничего не поставишь, как ты его-то не оборудуешь, даже какой-то хлам или еще что-то, абсолютно не нужна вещь, чисто одному человеку выйти покурить, но он такой длинный, там вряд может 8 человек стоять, ну, короче, просто даже сами родственники, вот эти турки, они не понимают, зачем просто это придумали, идеализм какой-то, вот честно, а квадраты там есть, вот, балконы, вообще балконы на балконе в Турции принято завтракать, как бы, как на природе, накрывают столы, балконы часто есть выход, сквозные балконы, то есть дверь из кухни у тебя, и, например, тут же из салона дверь, две двери на балкон выходят из двух комнат, ты можешь туда зайти, на балконах ставят какую-то вот садовую мебель, столы, стулья, бывают диванчики, ну, от размеров, от идеи людей зависит, на балконе, как правило, кстати, есть сток, общая труба идет через все балконы, все этажи, и пол моют, когда прям выливают ведро воды, там швабры, потом эту воду сгоняют в дырку туда, она в сток уплывает, у нас такая система, кстати, хотя у нас новый дом, такой из последних построек европейский, тоже есть на старый манер турецкий, и мы его просто, честно говоря, на балконе у нас закрыто, у нас есть фальшивый газон на балконе, этот резиновый, знаете, такой зеленый у нас, потому что собака, и, короче, там, мы этим не пользуемся таким, это и тепло сохраняет, хотя, в принципе, у нас теплый пол получается, но, скажем так, не бетон-то, от этого чисто, короче, как ковровое покрытие, мы к такому пришли моменту, мы на балконе фактически не кушаем, но чай попить, что-то посидеть, очень приятно, балконы здесь как вот место жительства, скажем, как еще одно, и некоторые оборудуют как дополнительную комнату, что могу отметить, вот у меня, например, свекровь на балконе растит, у нее апельсины, лимоны, травки, она любитель всяких цветочков, ну, тетя в возрасте, естественно, всякие кадушки у нее стоят, цветочки, георгины она очень любит, и вот все это она разводит, садовоческая такая тема, и вот когда цветочки такие, тетушки турецкие, и молодые девчонки тоже, кстати, в горшках что-то высаживают, а тут что, господи, палку в откне, ну, знаете, все хорошо здесь растет, такие условия, что грех не высаживать какие-то цветочки, если ты этим увлекаешься, поэтому на балконах очень часто всякие вот эти рассадники, полисадники, где разводятся, либо это кушать завтраки, ужинать, в общем, у всех по-разному, это от планировки зависит, от размеров позволяют они это сделать, но балкон здесь для жизни, а не для хлама. Для хлама тоже бывает, там хранят, например, там сушилку для белья, постель сушат и все прочее, ну, стирку я имею в виду, там, не знаю, лестницу, там окна мыть поставят, но такое, честно, просто в процентном соотношении, если смотреть на балкон у моих соседей, это в меньшей проценте. Некоторые люди очень часто просто, скажем так, неиспользованную какую-то комнатку делают как кладовку для всякого хлама в квартире. Есть такой старый образца туалета, а-ля тюрка называется, да, который с дыркой в полу, вы такое можете видеть в каких-то ресторанах провинциальных, в селах, этот дом, туалет изначально такой, да, древний, с дыркой в полу, и как туриста на всяких автозаправочных станциях можете видеть, можете видеть в магазинах придороженных, вот это все истории, как турист, в некоторых отелях, это под ресепшеном, когда есть туалет, просто, короче говоря, такой туалет может присутствовать, да, что, ну, не знаю, в торговом центре, просто обычный-обычный туалет и одна кабинка, а-ля тюрка, туалет, с дыркой в полу. Казалось бы, это пережитки истории прошлого, мало кто этим пользуется, но люди там, например, из деревни в провинции очень любят пользоваться, здесь такое просто я замечала. И также их, они для, обычно, в старых домах строили, закладывали, но у моей знакомых, они купили виллу, абсолютно новая, год назад постройки, у них был такой туалет, а-ля тюрка, зачем, вообще, непонятно, это, кстати, дуйгу, и когда мы были у них в гостях, она сказала, блин, я, говорит, не понимаю, зачем они сделали этот туалет, говорит, я турчанку, но я им не пользуюсь, господи, кто будет им пользоваться, для нее было непонятно, зачем это новшество, в кавычках, да, в квартире такой, в доме, вот, и эту комнату она просто, кстати, оборудовала, такие комнаты, кто такими туалетами не пользуется, оборудуют, она просто доской ДСП закрыла сам этот туалет, и там сделала всякие полочки, притыкушечки, гвоздички, там всякие вот эти, весить что-то, короче, все, что не нужно бытовое, пол, мыть тряпки и все прочие дела, всякие стремянки и сушилки бельевые, все там у нее стоит, получилась такая комната, но она, говорит, лучше мы, блин, эти метры, вот тоже вот, здесь всегда вопрос в аренде и в покупке жилья о метрах, как их правильно используют, я, честно скажу, в меньшем проценте встречала адекватную планировку, хорошую для человека сделанную, очень часто планировки, вот, длинный коридор не нужный, многими квадратами, или даже широкий он какой-то, там ничего не поставишь, и маленькие при этом комнаты живые могут быть, ну, вот такая вот история здесь в плане жилья, планировки, особенности их, не такое, что отличается от нашего, к чему мы привыкли, но, естественно, наше будет и для них несвойственно, интересно, и у меня муж, например, да, говорит, о, как классно, у тебя в квартире два балкона есть, да, у меня балконы были в России, оборудование, и хлам я там не хранила, и мужу очень нравилось, о, покурить, у вас там можно выйти, там, мне муж потому что курит, стол, стульчик, ну, короче, ему очень нравилось, о, как у нас в Турции, например, да, но при этом его поражало, что у нас, например, одна ванная, да, по нашей старой планировке, у нас две ванных там не предусмотрены, только если кто-то там ремонт делал, что-то переделал, да, но не закладывалось это, то есть такие вопросы есть, что туркам у нас бы тоже казалось интересным, и таким несвойственным, и не понимали бы они чего-то, да, в этой планировке, так что жду ваших историй, как у вас, например, мужья турки приезжали в Турцию, удивлялись чему-то в нашем быту интересному, и вообще, если есть вопросы по этой теме, задавайте, буду отвечать в комментариях, спасибо за внимание, всем пока!